МАЯК ПРО Если вы думаете, что эти строчки относятся к людям прошлых веков, то вы ошибаетесь. Прямо сейчас передо мной сидят люди, для которых рыцарский турнир – это не пустой звук. Позвольте представить, боец, многократный чемпион мира по средневековым боям, организатор международного чемпионата Кубок Динамо, руководитель орггруппы ВМФС, Да-да, всё верно. Андрей Киселёс, Андрей, привет! Киселёс? Киселёс – это особенно важно, но что самое любопытное, у нас в гостях девушка Марина Головина. Прекрасная девушка. Да, я думала, что она здесь, знаешь, как прекрасная дама, чтобы оттенить твою брутальность, и видеть свою красоту, но нет, помимо природной красоты, Марина также чемпионка мира по средневековым боям среди женщин и организатор международного чемпионата Кубок Динамо. Марина, say hello. Здравствуйте. И тут же сыпятся вопросы от наших слушателей. Постоянные наши любители эфира знают, что портал WhatsApp имеет цифры плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. И уже задан первый вопрос, как же это так, женщина сражается в средневековом стиле, правда ли это, Марина? Некоторые об этом слышат, действительно, первый раз не могла бы ли ты приоткрыть завесу тайны. Как же это всё произошло, ведь немало времени прошло. Ну, очень много увлечений у женщин начинается, рассказы о них начинаются с того, что я сидела в декрете. Вот, и, собственно, зачитывалась почему-то историческими всякими заметками, журналами про рода войск. Мне было это дико интересно, не знаю, может, потому что у меня мальчик был. И тут всё произошло. Да, и потом как-то выстроился план, я узнала, что есть, оказывается... Ну, я всю жизнь мечтала, конечно, как и любой человек, который зачитывался романтичной литературой, владеть мечом. То есть вот ты когда читала про мушкетёров или про Айвенга, или вот я задержу их, ничего, ты себя представляла в этих декорациях. Ну, грубо говоря, да, хочется... В детстве все сшибали крапиву палкой, а потом оказалось, что существует... Некоторые сейчас сшибают. А потом оказалось, что существуют чемпионаты мира по тому, как... По сшибанию крапива палка. Ну, уже у тебя меч в руках, уже против тебя соперник, и люди соревнуются в том, кто лучше владеет этим. И мне прям вот захотелось попробовать себя на этом поприще. И ты взяла в руки меч? Да, я... Он был сначала деревянный? Нет, сначала я пришла к людям, у которых в руках были мечи. Сказала, явите мне мудрость, научите меня. Вроде того, да. Они не удивились? А они сказали, нет, ты девочка, не надо. Вот оно что. Слушай, ну я прочла, что есть бои среди женщин. Это новинка какая-то, очевидно. Бои среди женщин, в смысле, на мечах? Или вообще-то есть бои среди женщин? Ну все себе сразу представляют, понимаешь, такой надувной бассейн, наполненный... И жиле, много жиле, да. Мне не хочется отклоняться от темы, но этим я тоже занимаюсь. Это другая история. Я, кстати, шоколадный всегда представляю. Да ты что? Буквально вчера у меня была тренировка по рестлингу. Ну это так совпало. Там было совершенно случайно желе. Наверное, просто нужен был человек, женщина-боец, которые сказали, да идите, вот снимите свои доспехи, лучше идите в бассейн с пеной. Я скажу, я там была. А ведь действительно в доспехах не видно, кто, что и как. Так, я, к сожалению или к счастью, ни разу ничего тяжелее фехтовальной шпаги не держала, но играла в пейнтбол. И меня спасли, в смысле, меня взяли в плен, потому что было видно, что из-под маски, из-под всех вот этих одежды торчал рыжий хвостик. И человек, который хотел сначала расстрелять меня, он подумал, ну девочка все-таки. Он меня так сгреб в охапку и сказал, все, как бы, это, умерла, убита в плен. И я так, ну ладно. Ну ладно. И, ну, вы знаете, что я сбежала из плена, и, находясь в тылу врага, еще расстреляла, значит, 14 человек, заработала себе орден второй степени, да. Я к тому, что женщины, не то чтобы они коварны, но они способны на это. В них действительно есть какая-то сила. Ну, насчет хвостиков, торчащих из-под шлемов, даже, скорее, мужчин, занимающихся исторической реконструкцией, они, немало среди них, таких длинноволосых викингов. Да, вы знаете, иногда вот действительно женщину просто вычислить по хвостику, торчащему, но иногда ты думаешь, что это женщина, а это, оказывается, не женщина совершенно. Происходит диссонанс. Женские бои, они менее динамичны, чем мужские, но мы стремимся к тому, чтобы на уровне с мужчиной выступать. А вот хочу спросить, Андрея, эти бои происходят на земле, где вы стоите, на каком-то действительно ресталище, на каком-то ринге, или же это как в фильмах на конях вы скачете, еще туда приплетен конный спорт, что вообще совсем сложно. Вы знаете, как повезет. Иногда это на земле, иногда на песке, а вот ветераны уже, кто, скажем так, прошел все этапы, иногда переходят уже на конницу и начинают конные шибки делать, кто-то из лука стреляет. Много разновидностей, но у нас преимущественно пешие бои, потому что они более интересны, этим занимается большее количество людей, и, скажем так, в конных шибках не так выигрывают какие-то единоборства, это не так супер зрелищно, на наш взгляд. Ну, потому что там действительно вот этот момент, они сближаются, они сближаются, и потом кто кого в плечо или в лат. И, кстати, какие у вас доспехи там, из чего, из кеглара? Вы знаете, все доспехи делают из чего-то своего. В основном, конечно, преимущественно сталь. Вот, иногда, да, иногда сейчас разные материалы, даже линолеум иногда бывает. Вот, но это ужасно, да, мы такое порицаем, конечно же. Это недопустимо, да. А вот такие сетки от яиц, знаешь? Сетки? Нет, картонные коробки. Вы знаете, вы можете какую-то новую веху доспехостроения сейчас открыть для нас. На уровне чемпионата мира, конечно, очень жестко контролируется то, что одеты бойцы, в основном это сталь. То, что может выдержать реально удары... А проводится ли какая-то инструктаж по технике безопасности? Да, смотрите, конечно, во-первых, есть допуск доспехов. То есть каждый доспех осматривают на предмет того, как он защищает, и на предмет историчности. То есть, мне кажется, у вас у каждого есть знакомый кузнец? Конечно, есть... То есть от вас не услышишь вот этого, нам кузнец не нужен. У вас... Смотрите, когда, скажем так, человек только начинает заниматься, а некоторые даже сами себе делают. Ну, как вы понимаете, выглядит это не очень... Кустарно, скажем так. А если человек занимается уже этим не первый год и хочет выглядеть подобающе, как по-рыцарски и так далее, то, конечно, это профессиональные кузнецы, которые годами этим занимаются, целые артели кузнечные. Причем одна артель может производить, допустим, хорошие шлема, другая хорошие корпуса, третья хорошие мечи, а четвертая там хорошие, не знаю, лебарды. А вот на рукавнике, на локотнике руки как-то защищаются? Как правильно называются детали костюма, которые... Они часто называются по месту... Ну, как бы по элементу реконструируемым. Если у вас там комплект доспехов, он на Русь или на Орду, есть основных третий. На Русь, на Орду, то есть вы выбираете исторический период конкретный. Конечно, да, в этом самое интересное. Так, 13 век татар-монгольская ига, идем на Хана. Там есть такие страшные слова, как бросары, потом... Я не знаю, не надо ли меня смотреть, у меня все просто. Сахновки, все это называется по... Сахновки, лодочка, да, но с каждого периода есть свои специфические названия, есть унифицированные названия. Если, грубо говоря, бойцовский какой-то сленг, это там рука, локоть, плечо. А если есть какое-то углубление в историю, то там, конечно же, каждое название прям вот... Отдельные элементы означают. А ходит такой седобородый летописец со свитком и с гусиным пером, который, значит, записывает, что и как, за кем произошло, и стыдно ли допустить какую-то неточность в своем костюме, если ты выходишь уже на большой турнир? Ну, вы, наверное, пытались описать главу комитета аутентичности. Имеется комитет аутентичности. Ну, это все серьезные люди, очень... С историческим образованием, я так чувствую. Да, ну, со знаниями, хорошим знанием, соответственно, источников. То есть это все реконструируется с каких-то источников. Люди стараются максимально это приблизить к тому, что это было когда-то, с небольшой такой скидочкой на то, что не всегда можно то, что использовалось когда-то, использовать сейчас под наши реалии. Потому что, ну, чуть-чуть... Потому что когда-то давно люди шли и умирали в этом. Да, мы все-таки стараемся чуть подольше прожить. Мы хотим выжить. И радовать, как бы, болельщиков и так далее. А аутентичный компетент, он... Ну, мы все-таки не в Средневековье живем, и это на такой уровень сейчас выходит, что вплоть до того, что приложения разрабатываются для бойцов, которые могут себе подобрать комплект. Вот, это да. Кто-то, знаете, в компьютеры играет и в танчики, и себе докупает там какую-то защиту. А передо мной сидят люди, которые реально участвуют в рыцарских турнирах. Хочу вам сказать, уважаемые слушатели, что крупнейший в мире рыцарский турнир и фестиваль исторических видов спорта это 13-й международный чемпионат по средневековым боям «Кубок Динамо-2018». И благодаря этому уже 13 лет в столицу съезжаются лучшие мастера исторической реконструкции и рыцарских сражений из более чем 15 стран. От Новой Зеландии до Канады. То есть правильно ли я понимаю, что можно встретить людей, которые представляют собой какой-то средневековый крестовый поход, а новозеландцы вообще ни во что они там наряжаются? Я бы больше скажу, например, в Мексике есть клуб «Словик Вориорс», то есть славянские воины. В Мексике никогда не было никаких рыцарей, но вот сейчас... Но им захотелось, чтобы они были. Они достаточно успешно выступают, соревнуются... То есть у них кольчу? Они соревнуются с американскими рыцарями, побивают их периодически. Ну, в общем, это отличное время, то, в котором мы живем, потому что можно такие явления наблюдать. Вы знаете, даже был как-то один раз матч, сражался русский с американцем, и русский был в европейском доспехе, а американец в русском. Да, их перепутали даже. Ой, а кто победил? Победил русский, вот. Но поскольку американец обладел в славянский доспех, все подумали, что... То славянин был повержен теоретически. Да, все подумали, что славянин повержен, а на самом деле победил русский, да. Вы знаете, очень много есть романтических песен, когда вот рыцарь ускакал, даже забрал, не подняв, и никто не узнал, что же за герой, собственно, хранится там под этими железками. Вы надеваете какую-то балаклаву, делаете какую-то боевую раскраску. Как вообще дышится в этом шлеме? Он же тяжеленный, и не видно ничего. Дышится очень тяжело. Это не только дышится, еще и видится тяжело. То есть одно дело, когда ты смотришь глазами, и тебе ничего не мешает. Другое дело, когда у тебя маленькие щели, при том, что они делаются специально маленькими, чтобы туда нельзя было что-то просунуть. Да, вы знаете, иногда палец просовывает и пытаются там, я не знаю, пальцем вас достать. То есть уже ближний бой начинается? Да, конечно, конечно. В ближнем бою могут даже вот гарды от мяча, это такая, ну, защитная штука, засунуть в глаз, это без шуток. Андрей. И делается специальная защита так, чтобы тебя действительно доспех защищал. То есть доспехи сделаны так, чтобы ты фактически выжил. И они реальную защитную функцию несут. Это не какая-то просто, ну, не фетиш, они действительно защищают. Там две скорых помощи дежурят рядом. Большинство номинаций, они полно контактные наши. Все, в чем мы участвуем. И даже были попытки, например, вставить стекло какое-то, пуль непробиваемое в глазницы, чтобы не случалось вообще никаких... Но, опять же, оно запотевает, потому что очень тяжело. Вот, я только хотела сказать. Ну, это некрасиво выглядит, на самом деле. Ну, это некрасиво. Блики неисторичны. В карбюраторе. Поэтому... Вы знаете, рано или поздно, если человек долго занимается, он начинает все-таки отказываться от таких вот пластиков, всяких стекол и так далее в пользу каких-то... Корням ближе, короче. Да, ближе к корням. Но это как-то уже, знаете, когда уже, ну, скажем так, участник, боец подготовленный, ему уже как-то не камильфо выходить в каком-то пластике, да. Андрей, как давно вы этим занимаетесь? Ну, лет, наверное, 10 примерно. А у вас до этого были какие-то другие виды спорта? Может быть, вы пловец, борец? Да, конечно, очень, скажем так, это помогает, когда ты приходишь из какого-то вида спорта. Я уже к тому моменту лет 5 активно, усиленно занимался спортом. То есть я, скажем так, уже был далеко не новичок. И когда пришел, все свои знания, которые были накоплены до этого, я занимался пауэрлифтингом, ну, то есть качалкой и боксом. И немного кикбоксингом. Вот, то есть уже, грубо говоря, умел бить морды. Плюс я жил всегда на Рязанском проспекте. Там, в принципе, там, в принципе, учишься с детства бить морды. Вот, и поэтому, скажем так, попал куда надо, да, и сразу понял, что я там, где надо. Дали палку, вот тебе палка в лупе людей. Слушайте, вы такие милые, такие улыбчивые люди. Правда ли, что вы просто... Мы втираемся в доверие просто. Вы просто нет. У вас есть легальный способ сбросить свою агрессию. Правильно ли я понимаю? Причем те люди, которые напротив нас, они добровольно на это идут. Добровольно шею поставляют. Нет, вы не поверите, еще благодарят у иностранцев. Это, кстати, у них особенно принято. Если они хорошо получили по морде, то они даже иногда подходят и благодарят за красивый, за хороший бой. Вот так. Пущего говорит. Да, Пущего. Пущего говорит. То есть, вот ты уж влепил, уж так влепил, уж чихнул, я так чихнул. Они это не воспринимают, как будто тебя, типа, избили. Унизили. Да, унизили. Для них это, что ты с ним сразился, он проиграл, он достойно проиграл. Он достойный соперник. То есть, если ты его не жалеешь и в полную силу, и смог найти ему удар. А есть вот какая-то палица, или как называется, такой шарообразный. Вот Марина как раз. Тихо-тихо-тихо. И иногда достается шестопер. А, нет, это не нунчак один круглый шарообразный. Моргенштерн, кистень. Мангерштерн. Расскажите мне, как вы себе добываете это оружие, чтобы оно под руку вам ложилось, его тоже специально отдельно делают. Ну, это относится к разряду дробящего оружия, что кистень, и что шестопер, и, к сожалению, запрещено у нас законодательством в России. А щит от этого не спасает или нет? От законодательства Российской Федерации ничто не спасает. Но, например, когда мы выезжаем за границу, я с удовольствием... Первое, что я делаю, иду в какой-нибудь лагерь австралийцев, беру у них шестопер, и вот там я отрываюсь своим любимым оружием. Ну, да. Ну, просто наедине, как ван-дамм сама с собой. Шестопер, насколько я знаю, например, если снять этот набалдашник с деревяшки, можно вполне его прокатить, как шестеренку от чего-нибудь. Как деталь. И такие заляпки крови небольшие. Какая-то шестеренка просто... Я же девочка, я отмываю сразу оружие свое. Зубы очищаю. А пироги печете, Марин, или не до того? Ну, вот сейчас на этапе подготовки к такому масштабному мероприятию просто не успеваю приготовить. Последнее, что я прекрасно сварила, была капа для бокса. То есть вы сами заливали латекс и пластик в форму? Нет, ну, правда, это уже... Это сделал производитель кап, мне кажется. Ну, капа варится просто, ее опускаешь в кипящую там воду. С ума сойти. Чем люди занимаются? Кто-то на маникюр пошел, понимаете? Кто-то в кино с подружкой. А Марина сварила капу. Если у вас есть вопросы... То тоже неплохо. ...к этой чудесной женщине. У меня вот один, я не знаю, насколько он тактичный, шрамы украшают мужчину. Не знаю, пострадали ли вы во время боев, и страдали ли вы, вот. Но красивый шрам на вашей переносице, это просто бытовой ударопочтовый ящик, когда неудачно наклонилась, чтобы выбросить рекламную листовку? Или все-таки за этим стоит какая-то бойцовская история? Я думаю, это было бы очень обидно, если бы я в таких условиях скучных получила этот шрам. Но, слава богу, у меня есть что рассказать. Это было на чемпионате мира. В финале за третье место мы сражались со спортсменкой из Украины. И гарда мяча как раз полуторного попала в глазницу. Ноу! То есть реально все было кровью залито? Ну, в общем, да. Не просто кровью. У сборной России, у сборной России это белый кот Де Арм, это наддоспешник. Красивый. Красивый белый. И весь вот красивый белый был заляпан кровью. Причем так прилично. Тарантина! Ну, такой особый шик у сборной России, поскольку сборная России является лидером уже много лет во всем мире. Ну, вы говорите. То есть силушку богатырская... Многократные чемпионы практически во всех номинациях. На последнем чемпионате мира Битва наций, который проводился весной, мы взяли 14 из 17 золотых медалей. Ну, не считая серебра и бронзы. Да-да, есть чем гордиться. Причем это уже много лет подряд. Россия держит первенство, никому не отдает. Только на пятки наступают нам. И ваше в этом есть заслуга. Более чем 15 стран в этом году будут участвовать в сражении. И мы все-таки предрекаем, что Россия опять не сдаст своих позиций. Но кто самые страшные и серьезные соперники, по-вашему, сейчас? Или постоянно меняются составы, и это не предугадать? Ну, тут, наверное, зависит от типа мероприятия. Битва наций — это сражение между сборными национальными, да. А Кубок Динамо, который сейчас нам предстоит, это между клубами, между командами. Командный чемпионат. А сколько в команде девушек, Марина? Вы там единственная такая, нет? Марина всех выгнала. Слава богу, мы дожили до того момента, когда девушки соревнуются с девушками, а не с парнями. Когда-то давно на заре становления. Было смешанное. Хорошее время было. Я жучу, нет. Девушек, конечно, в разы меньше, чем мужчин занимаются, поэтому когда-то на заре становления исторического фехтования женщинам приходилось выходить, да, в бугурту. Отстаивать свою честь. А выбирали им кого-нибудь помельче, крепатурой, в соответствии? Есть какое-то взвешивание, я не знаю, вот как у боксеров, чтобы вас не поставили против какого-то шкафа, который... Я знаю историю, когда женщина вышла в бой в доспехе своего мужа. То есть она была крупная. Поскольку они габаритов были одинаковых, никто их не отличил. Даже не знаешь, хорошо это или плохо. Когда его спросили, что, Валер там пришел? Да. Сказала она его голосом, и никто практически ничего не заметил. Мы говорим о рыцарских боях, но есть же еще такое понятие, как рыцарская честь. Есть ли некая прекрасная дама, ради которой эти самые бои проводятся? Есть ли какая-то литературная подоплека? Все это интересует наших слушателей, и мы буквально через некоторое время вернемся и ответим на эти животрепещущие вопросы. Напомню, что у нас просто многократный чемпион мира по средневековым боям. Андрей в гостях и Марина, чемпионка мира по средневековым боям среди женщин. Как они дошли до жизни такой, и как это удалось. И главное, что если вы останетесь в теплой компании «Радио Маяк», у вас будет возможность выиграть билеты на самые интересные события в Москве, куда можно сходить взрослым, не только детям. И, может быть, именно вы в ближайшем будущем будете лицезреть настоящий рыцарский бой. А если у вас остались вопросы для наших гостей, напомню, наш ватсап-портал плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Пишите, мы ждем. Уважаемые слушатели, в гостях на «Радио Маяк» редкие люди, чемпионы мира по средневековым боям Андрей Киселюс и Марина Головина. Поздоровайтесь еще раз с нашими радиослушателями. Здравствуйте, мы все еще тут, да. Да, и все переволновались, когда узнали, что можно, собственно, попасть на этот самый турнир и посмотреть, как вы и ваши товарищи сражаетесь. Поэтому прямо сейчас на «Радио Маяк» мы разыгрываем билеты на одно из самых интересных событий этой осени. World Medieval Fighting Championship. Именно так называется чемпионат, крупнейший в мире рыцарский турнир и фестиваль исторических видов спорта. 13-й международный чемпионат по средневековым боям Кубок Динамо. Он проходит уже 13 лет. В столицу съезжаются лучшие мастера исторической реконструкции и рыцарских сражений из разных стран, от Новой Зеландии до Канады. Мы будем болеть за наших. Чемпионат пройдет 3 и 4 ноября в Tesla Place. И прямо сейчас вы можете получить билеты на это событие. Дозванивайтесь в студию по телефону 8-495-728-7171. И поскольку мы сегодня щедрые и гостей у нас два, то и комплектов билета у нас тоже два. То есть первый дозвонившийся и второй получит в руки по два билета. Сразу думайте, кого взять с собой. Как вы считаете, трепетную барышню на первом свидании стоит ли отвезти на это событие? Она точно будет поражена. Это же не какой-то там поход в кино или в кафешку. Да как раз она, я думаю, что будет поражена, восторжена рыцарями. И уже дальше на такой приятной волне можно пойти даже в парк какой-нибудь. А говорят, что девушку надо немного напугать на первом свидании. И потом она как бы раскроется. Главное, чтобы она жива осталась после этого. Главное, чтобы она с вами осталась после этого. У нас она точно останется жива. А не запало на кого-нибудь из рыцарей. Там будет на кого посмотреть. Серьезно? А есть какой-то парад, где сначала все проходят, просто являя собой свою красоту? У нас есть даже финальная часть. На эту финальную часть выстраивается целый парад. Все страны-участники выходят с флагами. Несколько представителей от команды. Это красивый парад. Практически вся география мировая собирается с красивыми флагами. Огромные мужики в доспехах. Под какую музыку? Я кроме «Яхду в венушку кухни» ничего придумать не могу. У нас, по-моему, барабанное шоу. Мощное барабанное шоу. Живая музыка. Всегда, как правило. И, конечно... Да, мы, кстати, бои всегда сопровождаем реальной живой музыкой. У нас приезжают аутентичные группы. Лупят в барабаны, играют в разные инструменты. И вообще они на все протяжении турнира развлекают, работают. Вот там вообще очень много всяких интересных штук. Мы с радостью вообще бы об этом рассказали. Ну, пожалуйста, потому что помимо просто непосредственно боев еще есть несколько площадок. И наверняка все это как-то особенно украшено. Это в закрытом помещении проходит, да? То есть неважно, какая у нас будет погода. Бой состоится в любую погоду. Так? Да-да-да. Смотрите, Tesla Place — это огромный такой ангар с гигантскими экранами, на которых... экран действительно огромный. То есть это даже не как флазма там дома. Это 30 метров в высоту гигантский экран. И на него это почти как дом. То есть видно все. Да, видно все до мелочей, да. Там будет идти трансляция. Вот. Помимо этого у нас будет гигантская площадка, почти там 3000 метров. На ней будут проходить как помимо рыцарских боев, что, кстати, самое интересное. Еще у нас будет проходить силовой экстрим, пауэрлифтинг, мещевой бой, семинар по ММА. У нас будет огромная средневековая ярмарка. Там соберутся всякие рукоделы, кузнецы, кожеделы, все, кто только можно. Можно будет найти какого-нибудь кожемяка и купить себе ремень на память. Более того, там можно будет даже сделать себе ремень. У нас будут мастер-классы, да, там и для взрослых, и для детей. Там можно и плести кольчугу, рисовать щиты. В общем... Что вы говорите? Реально к этому прикоснуться. Даже более того, там можно взять реальное оружие и им... Помахать. Помахать по груши. Помахать и побить по груши. То есть ощутить, как это действительно двуручным топором лупить, как драться мечом. Да. Я однажды держала двуручный меч в руках примерно 7 минут. У меня так трицепсы накачались, что на следующий день я вилку поднять вообще не могла. То есть у меня... Зачем держать? Надо сразу бить. Сразу бить надо. Зачем вилка, когда есть двуручный меч? Вот ударил. Нам не понять ваши... Ну, я поняла, что в одну сторону как-то удобнее его крутить, чем в другую. Кто как накачан, кто-то слева, кто справа. Ну, так как и ты накачан, я думаю, что... Ну, кстати, не упомянули в программе еще автограф-сессию Алексея Махно, одного из... Да, это чемпион по смешанным единоборствам, да, будет проводить семинары. У него действительно такая фамилия или это никнейм заслуженный? А, это, наверное, можно будет у него спросить лично прямо там на чемпионате. Вот он будет выступать в блоке, посвященном смешанным единоборствам. Мы вот так под одной крышей, в принципе, объединили всех людей, которым можно применить эпитет «Железный человек». Люди, которые какие-то нечеловеческие проявляют качество, самопреодоление. Ну, и плюс ко всему, они любят всякие железки. Пауэрлиссеры. Ну, а средневековье, это, конечно же, наш конек. То есть, основная фишка программы это бои, причем будут бои, ну, рыцарские, я имею в виду, бои, начиная с поединков один на один, заканчивая массовыми боями 12 на 12 и 5 на 5. Стенка на стенку? Да, да, да. И это, собственно говоря, чемпионат мира по массовым боям. А кричать можно, когда ты бежишь на противника? Конечно, даже, ну, некоторые... А у тебя внутри шлемы резонируют же это все. Нет, надо кричать в эти самые дырочки от забралы, тогда, чтобы тебя услышали. Но в основном люди... Причем, самое интересное, на разных языках иногда даже кричат. Там иногда поляк кричит там на англичанина, хотя иногда это одно и то же. Но в основном люди, конечно, кричат, когда на них бегут, а они видят, их при этом держат, а на них бежит человек с алебарды. Вот тогда самые интересные рождаются... По тембру можно понять, он просит отпустить или наоборот ругает тебя. Международное единение наступает сразу. и мы таким образом прекрасно отметим День Народного Единства. Да, да, да. Лучший способ провести этот праздник. Да, лучше в этот день по-польски не кричать. И я бы хотела отметить, что 3 и 4 ноября в Тесла Плейс состоятся эти бои. Готовятся не только организаторы, не только спортсмены, но и публика. Любопытно узнать, приходят люди в джинсах и свитшотах или кто-то все-таки наряжается в прекрасную даму и ожидает каких-то, значит, почестей. То есть бои номинально или театрально как-то стилизованы под литературу тех времен. То есть люди сражаются ради чего? Драка ради драки? Кто сильнее? Или все-таки есть какой-то приз метафорический или реальный? Знаете, приз обладания Кубком Динамо. А, Кубок, да? За Кубок бюджет. Ну, мне интересно, где он находится, большой ли он, пьют ли из него брагу в конце? Вы знаете, пьют ли из него брагу, это очень тяжело узнать, потому что никто такого не расскажет, как они... Вообще, это, можно сказать, клубный чемпионат, то есть это не просто человек приходит сражаться, а клуб выставляет свои команды, иногда даже несколько команд, иногда 5 команд, иногда 8 команд. Вот, представляете, 8 команд. Вот, и клуб, собственно говоря, может выиграть и забирает награды, год хранит у себя, вот, и... Всячески фотографируются, наверное, протирают тряпочкой, выставляют в своих каких-то витринах, важных очень, ведь где-то, когда соревнования уже отгромыхают, да, и все волнения улягутся, ведь на протяжении года вы встречаетесь и тренируетесь на обычных спортивных базах, где это происходит, вот, когда вы не в полной выкладке и готовы, значит, с лебардой и с воплем бежать на какого-нибудь мексиканца или новозеландца, да, а вот будни людей, которые занимаются рыцарскими турнирами. У вас же наверняка есть какая-нибудь прозаичная работа, Андрей, нет? Вы знаете, моя работа, к счастью или к сожалению, я как раз работаю организатором мероприятий, причем большим, и я так, у меня и хобби совпадает с работой, я, собственно говоря, эти турниры организую, причем по всему миру. Вот это правильно, я не могу вас представить никаким бухгалтером, понимаете, который сидит такой с девяти до шести, а потом как встанет, К сожалению, организация турниров подразумевает очень большой функционал от бухгалтера до святовика, иногда нужно быть ведущим, иногда командовать грузчиками, это как Майдадыр с тысячей рук, функций и так далее, вот, и нужно делать практически все, очень много, знать, уметь иностранцу что-то объяснить на его языке, причем на разных языках даже это бывает, и там тысяча рук, тысяча функций. Это потрясающе, то есть вы живете этим фактически, и для вас это как Новый год, наверное, да, и когда только заканчивается турнир, вы два дня отдыхаете и начинаете готовить следующий. Там у нас еще в перерывах между раздачей руководящих всяких задач, он еще надевает доспехи и идет всех поберет мимоходом. Так, ребят, свет налево, напитки детские вон туда, а я пошел. Кстати, к вопросу про детей, правильно ли я понимаю, что даже маленькие зрители могут не только поприсутствовать, но и поучаствовать в боях? Ответ на этот каверзный вопрос мы узнаем очень скоро. Не забывайте писать свои смс на короткий номер 5533. Там упомяните, сколько вам лет, из какого вы города и что вас конкретно интересует. И наш портал WhatsApp и Viber работает неизменно. «Маяк ПРО». «Лес рубят, щепки летят». Если для вас это просто старинная поговорка, то здесь, в студии «Радио Маяк», чего только не услышишь за время рекламы, когда рядом с тобой чемпионы мира по средневековым боям. Например, Андрей признался, что не всякий зритель выдерживает, когда прямо перед ним один, значит, рыцарь, крупный мужчина, другого рубит топором, тот закрывается щитом, щепки летят, а у Андрея один раз прямо просто застрял топор в щите. Был такое? Да, был. И что ты делал? Отобрал? Было очень тяжело, я не знал, что делать, я в такой ситуации первый раз попал. Я взял такой хороший тяжелый топор, треснул соперника и топор застрял в щите. Я сначала начал вытаскивать, потом понял, что он не вылезает, начал бить соперника ногой, потом понял, что соперник не хочет сдаваться, опять начал вытаскивать. В общем, в итоге... А это было единственное твое оружие, с которым ты нападал. Скажем так, я бы мог достать где-то еще одно, но поскольку мне топор очень нравился, мне не хотелось его терять из руки. Мы были привязаны друг к другу. Да, у нас была некая связь, я решил его оставить. Ну, вообще, правилами регламентированы этот момент, когда теряет боец оружие, то есть у нас все не просто так происходит, все четко прописано. Вот, а судьи кто? Любопытно тоже спрашиваешь. Судьи в исторических боях называются маршалами. У них целая иерархия, которые... А у них висят такие флаги красивые? Они в желто-черной форме, их легко отличить, достаточно отличить от бойцов. Правда, бывают конфузы, когда бойцы тоже в желто-черном, и маршалам приходится осторожничать. У них есть жезлы маршерские, которыми они... Это палки, которыми они буквально могут раздвинуть две кучи железа, ну, дерущиеся, стыкнувшиеся. Да, потому что рефери, который на боксерском ринге, он там как-то лавирует и отпрыгивает, а тут это очень опасно находиться среди летающих предметов. Вы представляете себе картину, когда сходятся два строя 21 на 21, и оттуда со свистом из центра вылетает маршал, потому что люди идут, ну, сражаться, и, представляете, какой-то рейтинговый бой, там, не знаю, там Россия, я не знаю, с Англией дерется. Так. И тут люди с красными глазами, то есть идут серьезно на самый серьезный бой, у кого-то там, не знаю, самый серьезный бой к жизни, оттуда просто свистом вылетает маршал, спасается. Если ему одеть доспех, дело в том, что боец, скорее всего, его не отличит в таком случае от соперника. Да, да, поэтому нужно, конечно. Вот какие серьезные занятия нюансов очень много, есть у людей. Но мы обещали ответить на детский вопрос, можно ли привести с собой ребенка, и будет ли ему там чем заняться, кроме как посмотреть на все это глазами размером с блюдца? Ребенка не просто можно, а нужно провести. У нас грандиозная программа, это будет огромная ярмарка интересная, от детских мечей до всяких рукодельных изделий будут мастер-классы, ребенка может, можно обучить вообще чему угодно, плетению кольчуг, изделиям из кожи, рисованию на щитах. У нас даже будет изготовление шоколада по средневековым рецептам. Вот оно что, не пропустите, берите детей, пусть они отлипнут от компьютера и погрузятся в настоящий реальный мир. Всех зовем 3-4 ноября в Тесла Плейс, адрес шоссе энтузиастов, дом 5, строение 2, именно там пройдет чемпионат по средневековым боям Кубок Динамо. Я очень постараюсь там быть, и если я там буду, вы меня увидите, и вы меня услышите. Потому что я исполню какой-нибудь победный клич. Мой микрофон даже. Спасибо вам за то, что пришли. Сегодня с нами был Андрей Киселюс. Ю-ю-ху. И Марина Головина, чемпионка мира по средневековым боям среди женщин. Я желаю тебе сохранить твое изящество, но при этом, чтобы ярость твоя благородная и титул сохранить. И чтобы титул тоже остался за тобой. Так ли это будет, узнаем в следующие выходные. Увидимся.